Аким столицы не подпадает под нормы нового закона. В агентстве по делам государственной службы пояснили, почему Алтай Кульгинов не будет подавать в отставку из-за коррупционного преступления своего подчиненного. В это время изменение в закон, предусматривающий отставку Акима города, введено в небо еще в действии. Исчезнет, а мы и не заметим. Спикер Сената Дарига Назарбаева заявила, что у легкой промышленности в Казахстане нет перспектив для развития. Предприятие легкой промышленности больше всего страдает от недостаточного уровня инвестит. Этнодизайн в тренде. Женщины-предпринимательницы презентуют национальный дизайн на ежегодном конкурсе Алтыной Мак. Но в рамках всего конкурса будет идти тесный вопрос коллабораций и развития внутренних спецпроектов. На телеканале «Атомикен Бизнес» главные новости. В студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Бывшему премьер-министру Серику Ахметову сократят срок отбывания наказания на полтора месяца. Напомню, что сейчас он находится на пробации. А вот столичный Аким Алтай Кульгинов избежал отставки. Несмотря на то, что его прямой подчиненный, экс-глава районного Акимата Оскар Есилов, был уличен в коррупции и осужден. Как рассказали в агентстве по делам госслужбы, все дело в том, что данный случай не попадает под новые нормы антикоррупционного законодательства. К слову, сегодня в агентстве также объяснили, кто должен подавать в отставку, если их подчиненных уличат в коррупции. И, как оказалось, это касается не всех политических служащих. Подробнее расскажет моя коллега Улпан Бегальна. Впервые в истории независимого Казахстана ответственность первого руководителя за коррупционные преступления своих подчиненных закрепили законодательно. Нормы вступили в силу 10 декабря 2019 года. Отметим, согласно поправкам законодательства по борьбе с коррупцией, впервые первые руководители обязаны подать в отставку в течение 10 дней после вступления в силу приговора по коррупционным делам в отношении их подчиненных. К примеру, дело экс-главы Акима района Байконур Аскара Есилова, который обвинен в получении взятки в виде сотового телефона стоимостью более чем 500 тысяч тенге, соответствует всем новым требованиям антикоррупционного законодательства. Однако его непосредственный шеф Алтай Кульгинов, как выяснилось, не подпадает под этот механизм. И вот почему. По нашим данным, уголовное преступление Акима Байконур совершено где-то в середине ноября месяца прошлого года. В это время изменение в закон, предусматривающий отставку Акима города, введен не был еще в действии. Поэтому мы считаем, что данный механизм отставки на Акима столицу не распространяется. Вместе с тем не должен подавать в отставку руководитель, если его прямой подчиненный проработал в должности менее трех месяцев. Итак, непосредственными подчиненными для министров являются его заместители, ответственный секретарь, либо руководитель аппарата. Для Акимов – его заместители, Акима района города и областей и глава аппарата. Для вице-министров и зам Акимов – руководители структурных подразделений или исполнительных органов. Причем ВГДС поясняет, что снятие себя полномочий того или иного руководителя не зависит от его назначения. Все зависит от схемы подчиненности и речь идет только об одном госоргане. Преступление совершено лицом, за которого обязанность подавать в отставку не предусмотрена прямой нормой закона. Например, министр за одеяние председателя ведомства не подает в отставку, за это в отставку подает замминистра. И четвертое условие – если нет вступившего в силу судебного акта о привлечении к уголовной ответственности или соответствующего акту о прекращении уголовного дела по определенным основаниям. Впервые об ответственности руководителей заявил замглавы антикоррупционной службы Олжас Бегтенов еще в сентябре 2018-го. Презентуя поправки законодательства, Бегтенов с большим энтузиазмом отметил, что с принятием этого документа в стране наступает новая эра противодействия коррупции. Эффективен ли будет данный инструмент – пока непонятно. Теперь появилось больше вопросов о зоне ответственности первых руководителей, чем ответов на них. К слову, в Агентстве по делам госслужбы заверили, что на сегодня фактов подачи в отставку от первых руководителей нет. Тем временем, пока в Агентстве по делам госслужбы разъясняют алгоритм работы чиновников, после выявления коррупционных преступлений их число можно было значительно снизить, а то и предупредить, если бы рекомендации государственного аудита вовремя принимались во внимание местными органами управления, отмечают эксперты. Так, накануне наш телеканал сообщил, что в счетном комитете рекомендовали не завершать строительство легкорельсового транспорта в столице. Примечательно, что на экономическую нецелесообразность проекта «Астана ЛРТ» обращали внимание несколько раз еще до начала строительных работ. Но в итоге на столичных улицах мы видим огромные столбы, которые, возможно, придется демонтировать. В интервью от Амикент Бизнес, член Международной ассоциации АСА, Палаты аудиторов и оценщиков «Талант Калиева», рассказала, что бюджетные деньги на крупные проекты в Казахстане выделяются лишь после финансового обоснования прибыльности реализуемого проекта. Получается, что скандал вокруг строительства ЛРТ – это прямой результат недобросовестной экспертизы, к которой прибегали госорганы. Во избежание подобных ситуаций в будущем эксперт предлагает использовать систему предварительного аудита. В международной практике, в международных стандартах именно государственного аудита есть такое понятие, как предварительный аудит. Что подразумевает, что мы обычно привыкли, когда мы говорим аудит, что аудит проводится, в смысле, постфактум аудит. То есть, когда что-то сделано, и аудитор пришел, проверил, сказал, все хорошо или плохо, да? Что-то хорошо, что-то плохо. А аудит вообще само по себе нужно сказать, что на предупреждение должно работать. И его первоначальная цель – это предупреждение проблем. Я в этом году выявила такие-то проблемы, чтобы эти проблемы не перешли на следующий год. Однако в Казахстане сложилась другая картина, говорит аудитор. Это в первую очередь связано с нехваткой рабочих ресурсов. По этой причине счетный комитет не успевает охватить объем работы, запланированный на год. Эксперт также добавила, что Казахстан в этом вопросе мог бы последовать примеру Кувейта, где любые движения с госактивами, либо с проектами с обязательствами перед государством на сумму свыше 100 тысяч кувейтских динаров, а это свыше 124 миллионов тенге, подлежат предварительному аудиту. Между тем, для развития легкой промышленности в Казахстане нужно создать отдельный госорган и специальную программу кредитования. Только так можно будет конкурировать с производителями стран Таможенного Союза и его партнерами. Такое мнение на парламентских слушаниях в Сенате сегодня высказал депутат Манап Кубенов. По словам сенатора, ЯЭЦ уже подписал торговое соглашение с Китаем на подходе Иран, Израиль и Сербия. Они в первую очередь начнут с экспорта легкопрома, емкость которого в Казахстане 500 миллиардов тенге, подсчитал Кубенов. О состоянии отрасли в стране и необходимых системных решениях в материале Меруэрт Жекьяновой. Один свитер на 105 человек. Вот так коротко можно описать производство одежды в современном Казахстане. Все остальное – импорт. Такое положение дел объясняет общую картину. Сегодня доля отрасли в структуре ВВП республики составляет всего 0,1%. Как тонко подметила спикер Сената Даригана Зарбаева, если легкая промышленность исчезнет вовсе, то изменений казахстанский потребитель не почувствует. Сейчас отечественные предприятия производят по большей части текстиль. Около 30% приходится на производство одежды, еще 12% на изделия из кожи. По словам отраслевиков, Казахстану сложно конкурировать с более продвинутыми партнерами по таможенному союзу и другими соседями. За последний период созданы все условия для развития легкой промышленности в Узбекистане. Они прям прут на наш рынок, массово завозятся. Как легально продукция, так и большая часть нелегально. Предполагается, что вот эти усиленные программы позволят построить 22 текстильных фабрики и 17 обувных предприятий. То есть нам надо торопиться для того, чтобы не оказаться в хвосте. Но похоже, что в стране только и остается, как играть в догонялки. У предприятий нет стимула вкладываться в собственное производство. В банках им кредиты не дают и многим приходится выживать за счет госзаказа. Это говорят и эксперты Всемирного банка, и депутаты, которые недавно вернулись из Турне по отечественным фабрикам. Но головная боль номер один на сегодня – это все-таки импорт сырья, уверены эксперты. Стоимость сырья в себестоимости продукции в отце составляет 60%, а поршина на сырье от 5 до 10%. Отсюда можно посчитать, как влияет импорт на сырье и поршина на цену готовой продукции. Поэтому, на наш взгляд, необходимы меры стимулирования по локализации производства сырья и полуфабрикатов производителями готовой продукции. Сейчас в стране действует дорожная карта по развитию отрасли. Но она не решает системных проблем. Депутаты уверены – нужна полноценная стратегия развития легкопрома, которая решит проблему доступа к финансам, расширит льготы и преференции для отраслевиков, а также остановит серый импорт. Другая инициатива – создание отдельного госоргана, ответственного за развитие отрасли. По официальным данным, емкость легкопрома в стране второго по масштабу рынка после продовольственного составляет 500 миллиардов тенге. Выдача индустриальных сертификатов – компетенции бизнеса, а не государства. В НПП «Атамикен» выразили несогласие с выводами депутатов Сената. Напомню, сегодня в ходе парламентских слушаний сенаторы раскритиковали процедуру присвоения знака качества. Между тем, само бизнес-сообщество относится к инициативе положительно, подчеркивают в НПП. Сегодня палата выдает 8 видов различных сертификатов, в том числе и индустриальный. Документ позволяет поддержать реальных производителей и бороться со лжекомпаниями. В НПП «Атамикен» напоминают, что функция выдачи сертификатов правительство делегировало нацпалате в 2014 году. Это международная практика, когда подобные документы выдают торгово-промышленные палаты. В НПП «Атамикен» выразили готовность детально презентовать депутату механизмы сертификации с приглашением представителей бизнеса, госорганов и СМИ. В Казахстане объявлен старт конкурса «Алтын-Оймак». Он проходит среди отечественных дизайнеров уже второй раз. Призовой фонд конкурса в этом году составил 1 миллион тенге. Об этом сегодня заявила председатель Совета деловых женщин Лизат Рамазанова. По словам, главная цель проекта для женщин-предпринимателей – популяризация национальных брендов. Сегодня 90% занятых в легкой промышленности составляют женщины, и именно они возглавляют 80% этих предприятий. В рамках конкурса планируется проведение специальных мастер-классов с привлечением международных экспертов и тренеров. Конкурс стартовал сегодня. Призовой фонд у нас 1 миллион тенге. Участвуют дизайнеры. Но в рамках всего конкурса будет идти тесный вопрос коллабораций и развития внутренних спецпроектов. То есть мы будем давать нетворкинг-площадки для дизайнеров, найти бизнес-партнеров среди работающих предприятий. Это самое главное. Дизайнерам реализовать свои проекты совместно с фабриками. Смотрите далее в выпуске. Минздрав рекомендует. Защититься от коронавируса поможет давно проверенное копеечное средство, заявили в Минздраве. Лучше не маска, лучше акселиновая мазь. Донор доброй воли. В Казахстане заработала электронная услуга о согласии или отказе граждан на посмертную трансплантацию органов. Поэтому страхи о том, что врачи могут кого-то специально констатировать смерть, подготовить его к смерти и так далее невозможно. Понедельник – день тяжелый. В агентстве по делам государственной службы пока не знают, как выполнять поручение президента об отмене выходных после праздников. Может быть, это будет касаться только отдельную категорию в этих случаях? В Актаусском морском порту опровергли информацию о приостановлении обслуживания судов, прибывающих из Азербайджана и Ирана в Актау и Курык. Порты работают в штатном режиме. Об этом Атамикен Бизнес по телефону рассказал вице-президент по эксплуатации Актаусского международного морского торгового порта Вячеслав Хартян. По его словам, на сегодняшний день в порту под обработкой находятся 9 судов, в том числе 2 танкера, 7 сухогрузов. Напомним, ранее появилась информация, что из-за вспышки коронавируса морпорты Казахстана якобы будут вводить ограничения для иностранных грузовых судов. Это не совсем так, пояснил Вячеслав Хартян. Порт работает в штатном режиме. Официального запрета на обработку грузовых судов нет. Но есть ряд ограничительных мер. В соответствии с распоряжением руководителя морской администрации, введены запреты на перемещение членов экипажа судов, включая смену экипажей. То есть фактически запрещен сход на берег и ограниченное общение, контакты. В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 28.02. в Порту проведены и проводятся соответствующие превентивные мероприятия. Усилена работа санитарно-карантинная служба. В шесть раз возросли цены на медицинские маски в Казахстане в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом сегодня на площадке СЦК сообщила президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова. При этом растет не только стоимость, но и потребность в масках. К информации представителей Минздрава, в аптеках страны имеется 1 миллион медизделия из необходимых 30 миллионов. Почему на фоне дефицита масок врачи заговорили об их ненадобности и какая страна попросила самый востребованный на сегодня товар у Казахстана, знает Мольдер Абдуалиева. А у вас масок нету, да? Нету. Давно нету? Нет, конечно. А куда будет, не знаю, интересно. Не знаю. У вас есть маски? Маски, маски не здесь есть. Давно нету? Да нет, неделю. Не скоро, да, будет? Не знаю. А у вас есть маски? Нет, маски вообще нет. На самом деле маски нам были нужны не для профилактики от коронавируса, а для того, чтобы понять, насколько этот товар доступен для соотечественников. И несмотря на то, что в Минздраве не признают дефицит масок, их нехватка очевидна. Казахстанцы уже приступили к поиску не в аптеках, а на сайтах. И это при том, что стоимость в аптеках возросла в шесть раз и достигает статинге. И это еще не предел, поскольку законом регулирование и сдерживание цены не предусмотрено. Повышение также связывают с ростом стоимости сырья, которое ранее частично завозили из Китая. По информации представителей Минздрава, сейчас ведется поиск альтернативы в России и в Белоруссии. При этом, если в начале февраля запасы масок в аптеках достигали 9 миллионов, то сейчас на всю страну имеется лишь 1 миллион из необходимых 30. Чиновники от здравоохранения считают, что проблема кроется не в дефиците масок, а в искусственно созданном ажиотаже. Через полтора, два месяца или три месяца, когда закончится вся эта эпидемия, история, что будут делать аптеки с таким большим количеством масок, которое останется в этих сетях. Поэтому здесь необходимо просто остановить ажиотаж, который возник. И вот эта скупка не дает ничего. Возможно, остановить ажиотаж помогут заявления ВОЗ о том, что ношение маски не служит защитой от заражения инфекцией. По словам официального представителя организации Тарика Изаревича, маски нужны только врачу и человеку, заболевшему атипичной пневмонией. Вторят ему и отечественные специалисты. И пока зарубежные коллеги разрабатывают вакцину от вируса, чиновники от здравоохранения в Казахстане дают простые и жизненные советы. Не посещать общественные места, не выезжать в страны, где зафиксирована инфекция, соблюдать правила личной гигиены. Хотя одна уникальная в своем роде рекомендация все же есть. Никто не отменял никогда аксалиновую мазь. Это очень хороший барьер против вирусных любых заболеваний. И когда поднимается вопрос по маскам, то здесь встает выбор. Лучше не маска, лучше аксалиновая мазь. Она всегда очень хорошо у нас защищала. Между тем ежедневно отечественные заводы производят до 170 тысяч масок в сутки. Ранее в стране функционировало 4 предприятия. Еще одну линию запустили сегодня в Карагандинской области. Напомним, что с февраля этого года Казахстан ввел запрет на экспорт масок. А вот владельцам компаний в Италии, которые завышают цены на защитные средства и медицинские препараты, может грозить до двух лет тюрьмы. Таким образом, власти намерены бороться со спекулятивным ростом стоимости лекарств и масок. Сейчас сотрудники финансовой полиции Италии проводят расследование. Отметим, что эпидемия коронавируса на Пенинском полуострове вызвала ажиотажный спрос на медицинские маски и средства защиты, чем решили воспользоваться некоторые дельцы. На сегодня в Италии от коронавируса скончались уже 80 человек. Официальный Рим готов создать новую карантинную зону и предоставить койко-места инфицированным в военных госпиталях. Согласно национальным и международным требованиям, мы поделим больницу на две зоны. В первой будут лечиться инфицированные, а вторая останется пустой. Врачи будут строго в защитном костюме. Коронавирус переносится больными тяжелее, чем грипп. COVID-19 – новое заболевание, и у людей нет к нему иммунитета. По последним данным, смертность от инфекции составляет около 3,5%, а грипп для сравнения убивает лишь 1% заразившихся. Глава ВОЗ признал, что многие страны не могут справиться с вирусом из-за нехватки защитных средств. Возникший дефицит связан с ростом спроса и оптовыми закупками. Пока кто-то накапливает медицинские маски и перчатки впрок, врачи и медсестры на передовой линии с болезнью остаются без защиты. Мы не пытаемся остановить сезонный грипп. Это просто невозможно. Мы не выявляем, с кем контактировал больной гриппом. Но COVID-19 можно остановить, поэтому призываем все страны выявлять зараженных людей и тех, с кем они находились в контакте. Тем временем на востоке Демократической Республики Конго из больницы выписали последнего пациента в стране, заразившегося эболой. Отметить такое событие собрались десятки человек. Местные врачи не удержались от песен и танцев. Напомню, вспышка была зафиксирована в африканской стране в августе 2018 года. Инфекция унесла свыше 2000 жизней. В Конго нет ни одного случая заражения вот уже последние две недели. В целом, самая эбола была отмечена на западе Африки годами ранее. Всего в этом регионе количество жертв оказалось 11 тысяч. Когда я пришла в больницу, была очень больна. Даже не знала, смогут ли меня выписать. Но сейчас благодарю врачей за то, что смогли меня вылечить. В Казахстане заработала электронная услуга о согласии или отказе на посмертное донорство. База доступна пока только трансплантологам-координаторам. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания в мажористе парламента при обсуждении в первом чтении проекта кодекса о здоровье нации и системе здравоохранения. По словам министра здравоохранения Ельжана Бертанова, онлайн-услуга действует уже с февраля. Подробнее расскажет наша коллега Жанна Алпызбаева. Жанна, тебе слово. Спасибо, Галина. Новый законопроект о здоровье нации предусматривает поправки в 21 законодательный акт и 8 кодексов. Больше всего депутаты остановились на обсуждении процедуры трансплантологии. Если раньше человек при жизни не выразил отказа на донорство своих органов, то у него после смерти могли их извлечь. При этом норма о трупном донорстве вызывала много возмущений родственников. В итоге она стала просто нерабочей. Теперь же депутаты предлагают исходить из разрешения самого человека при жизни и его семьи. Но возникает другой вопрос. Как медицинские работники будут осведомлены о наличии заявления на отказ от донорства? Ведь этот документ при его наличии мало кто с собой носит. Если раньше человек при жизни не выразил отказа на донорство своих органов и тканей, то после смерти у него их могли извлечь. При этом норма о трупном донорстве вызывала много возмущений родственников. В итоге она стала просто нерабочей. Теперь же депутаты предлагают исходить из разрешения самого человека при жизни и его семьи. Но возникает другой вопрос. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов отметил, что в тот момент, когда лечащий врач не имеет информации о возможном донорстве пациента и в случае фиксации смерти мозга, он должен об этом уведомить Республиканский центр координации и трансплантации. И там уже уполномоченный работник, региональный трансплантолог, координатор начинает работу в данном вопросе. Его задача по месту жительства данного пациента и в контакте с родственниками выяснить, была ли воля об изъятии органов данного гражданина, объяснил министр. При этом разработана специальная форма, по которой гражданин может подать информированный отказ на донорство в своей поликлинике. Однако в связи с возникающими сложностями Минздрав создал данную услугу в электронном формате. Здесь в рамках стратегии перехода на электронные госуслуги с февраля этого года создали такую государственную услугу. И теперь эта информация будет легко доступна только этим трансплант-координаторам в едином закрытом регистре воли и изъявления. Человек при этом может как дать свое согласие, так и несогласие. По словам Бертанова, информация строго конфиденциальная. И лечащий врач о решении своего пациента знать не может. А поэтому вмешаться как-то в процесс его лечения тоже не может, так как норма регламентирована и никто на себя такие риски не возьмет, говорит министр. Поэтому страхи о том, что врачи могут кого-то специально констатировать смерть, подготовить его к смерти и так далее невозможно, потому что в большинстве случаев врачи не знают, согласен человек или нет. Тем более сейчас, когда мы говорим о том, что мнение родственников будет уже фиксировано, то в большинстве случаев по факту сегодня в Казахстане родственники против, к сожалению. Как признался министр, сам он за посмертное донорство, так как является участником принятия этого законопроекта. К слову, депутаты приняли его в первом чтении. У меня на этом все. Галина. Спасибо, Жанна. А мы продолжим выпуск. Компания «Макдональдс» увеличивает долю местного содержания в продукции. Сейчас она уже достигла 50% для бургера «Макчикен», что, несомненно, влияет на качество и цену предлагаемых блюд. Добиться таких результатов компании удалось благодаря изготовлению ингредиентов на казахстанском производстве на логистическом комплексе «Фудтаун Алматы». Как пекутся булочки для бургеров и в каких условиях хранится продукция, ознакомилась Амина Драхманова. 6 тысяч булочек в час. В эту установку поступает только готовое тесто. Остальной процесс практически автоматизирован. Делится сырье, раскатываются формочки, и дальше все печется в специальной печи. И даже кунжут посыпается автоматически, дозировано и строго в установленном порядке. Отсюда готовые булочки отправляются на специальный склад, где выставлена подходящая температура и созданы оптимальные условия для хранения. Весь производственный процесс организован в производственно-логистическом комплексе «Фудтаун». Центр находится близ Алматы, что позволяет производителям поставлять продукцию в рестораны быстрого обслуживания «Макдоналдс» в свежем виде. Нам приходилось привозить всю продукцию с наших одобренных поставщиков. Это в основном с России, ну и с других стран Европы. В целом идея вся локализации существует для того, чтобы контролировать и минимизировать все риски, в том числе и касательно себестоимости продукции. Здесь хранятся не только булочки, но и созданы оптимальные условия для хранения мясной продукции, овощей и других ингредиентов. Центр был построен два года назад для того, чтобы в рестораны «Макдоналдс» поступала исключительно свежая продукция. Это новейшее оборудование, территория в 9,5 тысяч квадратных метров и 360 килограммов хлебобулочных изделий, а также 600 килограммов салатной продукции в час. Высокотехнологичный комплекс проектирован и построен по принципу «стена к стене». Он объединяет пекарню, цех по нарезке, упаковке салатов и логистический центр класса А. Сам «Фудтаун» как производство было организовано в рамках единого глобального проекта «Макдоналдс-Казахстан». Мы целевое производство. Все мощности, все оборудование подбиралось именно с учетом требований к качеству предъявляемых корпораций, к процессам предъявляемых корпораций, ну и, безусловно, к конечному продукту. Кстати, еще одна хорошая новость для любителей бургеров – это планы по открытию новых ресторанов «Макдоналдс» в других городах Казахстана. Сейчас в стране работают 16 пунктов быстрого обслуживания, а уже через 10 лет их количество должно удвоиться. Возможно, уже в этом году «Макдоналдс» примет первых клиентов в Караганде. Амина Абдрахманова, Нурлан Ахенбаев, Главные новости. «Казпочта» набрала максимальное количество сотрудников из президентского кадрового резерва. Восемь резервистов теперь занимают руководящие должности в головном офисе и филиалах по всему Казахстану. Национальная компания пока является лидером среди госорганов и компаний квази-госсектора. Сегодня в столице председатель правления Сакен Сарсенов поприветствовал новоиспеченных специалистов. Подробности в следующем материале. В президентский кадровый резерв попали 300 молодых и перспективных граждан Казахстана. Среди них «Казпочта» рассматривала в качестве потенциальных сотрудников сразу 45. Глава компании Сакен Сарсенов проводил собеседование с каждым кандидатом лично. В итоге 8 молодых и перспективных парней заняли различные должности в национальной компании. Двое из них попали в кадровый резерв, уже будучи сотрудниками Казпочты. Я думаю, это очень серьезная будет для них школа. С другой стороны, я уверен, что они справятся с этой серьезной задачей и привнесут в нашу компанию новые идеи, новые направления, связанные как с развитием логистического бизнеса для электронной коммерции, так и для развития таких направлений, как цифровой банкинг и развития безналичной экономики. До предложения работать в Казпочте Алексей Анисимов занимался маркетингом в одном из крупнейших автомобильных холдингов. Завтра он приступает к обязанностям заместителя директора по маркетингу, рекламе и пиар восточно-казахстанского областного филиала. Для меня участие в программе президента, президентский молодежный кадровый резерв, стало неожиданностью тем, что я победил. И для меня лично компания Казпочта создала уникальные условия, возможность реализовать все свои амбиции. Впереди у новых сотрудников профиль на обучение. Каждый из них, как и планировалось, займет руководящую должность. В свою очередь, действующий топ-менеджмент компании возлагает большие надежды на изменения с приходом молодых профессионалов.